Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы, канал Мать-Героиня, а также на канал Алексея Кухня. Мои хорошие, напоминаю вам о том, что у меня появился новый обзорный канал, который называется «Галинка-малинка-2. Обзоры». Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях, но вы, конечно же, не забывайте, переходите и подписываться, ребят, новые, значит, подробности о Лёльке. Появился пост у неё в Телеграм-канале, значит, курица, вернее, курица, какая курица, утка копчёная. Да, фотография, значит, этой утки копчёной и подпись. Кто не рискует, тот не ест копчёную уточку на Новый год. Мол, отправим вам её посылкой с топлёным маслом из джерсийского молока. По всем вопросам пишется писать Женечке. Ну, в принципе, оно и понятно, я так понимаю, это и есть та самая работа Жени, которая работает, по словам Лёльки, не щадя живота своего. Видимо, конечно же, работает у мамки вот в этом магазине Олюшка, да, собирает заказы и, конечно же, имеет с этого свой, так скажем, определённый какой-то процент, свою зарплату, уж не знаю, или процент, или зарплата, что у неё там, понятия не имею. Если честно, это по большому счёту вообще абсолютно даже неинтересно. Я только не поняла, к чему это сказано было. Кто не рискует, тот не ест копчёную утку на Новый год. Ты, типа, рискни и проверишь, да, как ты проведёшь свой Новый год. Либо проведёшь его нормально, за новогодним столом, со своими родными и близкими, в том числе с этой же уткой, да, либо последствия после вот этой лёлькиной копчёной утки могут быть плачевными. Ты можешь обниматься вот с этим фаянсовым унитазом, да, с белым другом, и, как говорится, будет тебе весело. Ну да ладно. Ребят, не смотрела я, но вы мне писали, что несколько дней тому назад Лёшка Картошка выложил видос, он теперь очень редко выкладывает на своём канале Алексей Кухня какие-то ролики, да, с тех самых пор, как монетизацию сняли с российского зрителя, всё, всё, кормящая медалистка тут же бросила вообще свой ютуб-канал, перестала снимать, ну, а Лёшка Картошка тоже особо как-то, знаете, не балует зрителей, как он их там раньше называл, то ли солнышки, то ли ещё, то ли лучики солнца, да, не балует своих лучиков солнца, крайне редко, так скажем, снимает. И, в общем, решил Лёшка Картошка, глядя на свою мать, пойти той же проторенной дорожкой, что и Лёлька Поберуха. Да, по крайней мере, друзья мои, на своём канале, глядя на свою же маман, ну, маман же постоянно делает ролики под названиями «Одна справляюсь с десятью детьми», или «Как я одна справляюсь без чьей бы то ни было помощи с десятью детьми» и так далее. И Лёшка Картошка, друзья мои, туда же выложил ролик под названием «Один», нет, не «Один дома», друзья мои, нет, «Один с пятью детьми, стал папой в шестнадцать лет, учу читать Якова, сходили на горку». Вы знаете, я когда прочитала вот это вот громоздкое такое, я бы сказала, название ролика, мне стало забавно, меня это название знатно повеселило. Ну, во-первых, сразу же хочется, обращаясь к Лёше, сказать, Лёш, вот ты пишешь о том, что ты учишь Якова читать. Тебя бы самого кто-нибудь бы научил читать, писать, говорить, общаться, потому что ты почти в свои семнадцать лет, да, ну вот-вот ему стукнет семнадцать лет, но настолько он косноязычный, это просто какой-то кошмар. Вот сразу видно, друзья мои, что ничего его не интересует, кроме социальных сетей, и там-то интересует только один момент, как по-быстрому заработать бабосиков. Ну, в общем, такие же интересы, как у родной мамы. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. Ну, и, конечно же, сразу же по его разговору видно, слышно и понятно, что читать он не любит, учиться он тоже не любит, поэтому, в принципе, особо ничем в жизни не интересуется. Ну, а во-вторых, по поводу того, что вот, мол, я стал папой в шестнадцать лет. Лёшка, я тебе хочу сказать, что ты стал папой, уж если, как говорится, брать вот это вот, да, что ты сейчас находишься со своими братьями и сестрами, так скажем, присматриваешь за ними, то ты стал папой значительно раньше, не в шестнадцать лет, да, не сейчас, когда ты пошёл с ними на горку и остался с ними дома один, нет. Ты стал папой для них значительно раньше, потому что с Лёльки, от Лёльки, да, из Лёльки, вернее, мать абсолютно никакая, ни для кого это не секрет, она может спокойной душой поехать, куда глаза глядят, хоть, знаете, к чёрту на кулички, бросив своих детей, младших, на детей более старших. И её ничего абсолютно не беспокоит. Она даже не понимает, что старшие её дети, они тоже дети, да, и на какие-то многие моменты они даже могут не обратить внимания, ну, допустим, почувствовал себя ребёнок плохо, да, резко ему стало плохо, что может быть нужна скорая медицинская помощь, да, или ещё какие-то моменты, или то, что дети находятся в какой-то, знаете, вот опасности, да, какие-то моменты вот про ту же горку, это вот сейчас вот я об этом буду говорить, да, то есть в любом случае Лёлька об этом даже не понимает. Поэтому, Лёшка, ты стал им, так скажем, папой, да, ну, в кавычках, опять же, значительно раньше и даже не в 16 лет. Ну, а вообще, в принципе, Лёлька же говорила, ой, да ничего страшного, да я, типа, сама рано родила, и вот если придут ко мне мои дети, там, неважно, мальчики, сыновья или дочери, скажут, мама, я там в 15-16 лет стану папой или мамой, она говорит, ой, да я со спокойной душой их приму, приму их выбор, как говорится, и буду им помогать. Ну, что ж, посмотрим, знаете, одно дело, как говорится, говорить, да, другое дело делать, и опять же, чужую беду, как говорится, рукой разведу. Ну, а вообще, конечно, друзья мои, если вот так вот серьёзно, да, без шуточек, незавидная участь у многих старших детей в многодетных семьях. Нет, я не говорю про все семьи, да, я говорю про те семьи, где как раз-таки родители рожают, ну, вот рожают, вот любят они рожать детей, да, опять же, ради своей выгоды и так далее, нравится им это дело, рожают, предохранятся, не знают, как предохраняться, а потом своих младших детей перекидывают на плечи более старших детей, и причём, знаете, говорят, а дети должны помогать, то есть до них даже не доходит, что дети не обязаны вам помогать, то есть нет такого, да, обязанности у ребёнка, как помогать своим родителям, там, по дому, с младшими братьями и сёстрами, нет такого. Есть обязанность ребёнка учиться, ну, пока, опять же, пока он не достиг, так скажем, совершеннолетнего возраста, да, поэтому вот эти вот мамашки, которые рожают одного за другим, опять же, сразу говорю, говорю не про все семьи, а про те, где вот такие нерадивые мамашки, как Лёлька, они рожают и прекрасно знают, да, а кто, собственно, будет помогать, а, конечно, старшие помогут, а ты спросила у них, а хотят они, чтобы ты рожала этого пятого, седьмого, восьмого, десятого, двенадцатого, а ты спросила у них, а есть ли у них в планах, да, в шестнадцать, семнадцать лет таскаться с твоим вот этим вот детским садом, а почему, собственно, они этим должны заниматься, учитывая тот момент, что в этом возрасте многие из них не только учатся, да, ну, я имею в виду, там, в семнадцать, восемнадцать лет, кто-то ведь не только учится, кто-то еще и работает, у кого-то есть какие-то хобби, какие-то интересы, куда-то сходить, провести время с друзьями, в свободное от учебы время, а здесь тебе нет, 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 как говорится, распишитесь, получите, распишитесь, да, возьмите вот этих детей и, в принципе, развлекайте их, как хотите, а мамка будет развлекаться с альфонсом и с тунеядцем сама где-нибудь, желательно, в другом месте. Ну, в общем, собрал Лешка-картошка детей, видимо, в очередной раз, когда мамка оставила на него этих детей и потащил их на горку. Других, я так понимаю, развлечений там в деревне, конечно же, нет, и потащил он их на горку. И вы знаете, пока он их собирал, ребят, я смотрю на Лешку, вот действительно, какие родители, как правило, такие дети. Бывают исключения из правил, но это, скорее всего, исключения из правил. Я наблюдаю картину. Стоит, значит, стоит, 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 как раз-таки Лешка в окружении братьев и сестер на своей волне, значит, ни на что абсолютно, как и мама, она не обращает внимания. Стоит тут же София, машет руками, знаете, как ветряная мельница, туда-сюда, трясет ледянкой в разные стороны. Причем, знаете, когда она махала этой ледянкой из стороны в сторону, я подумала, что вот еще чуть-чуть, и она треснет либо Матроне по голове, да, по лицу, либо достанется маленькому Якову. Вот Лешка стоит рядом, здоровый лоб. Ребят, вот мне хватило секунды, чтобы вот увидеть вот этот момент, да, что еще чуть-чуть, и дети могли получить вот этой пластмассой в лицо. Стоит Лешка-картошка. Ему не 10 лет, ему не 8 лет, ему не 12 лет, да, чтобы он что-то не понимал. Ему будет уже 17 лет, между прочим. Стоит здоровый лоб, друзья мои, видит прекрасно вот эту вот картину, что София машет вот этой ледянкой из стороны в сторону, да, и хоть бы сделал замечание своей сеструхе, хоть бы сказал ей, не маши, вот сейчас заденешь кого-нибудь, ударишь по лицу, да, попадешь, поранишь и так далее, что будем делать? Не, точно так же ни черта не замечает, как и его мамка. Та тоже ни черта никогда не видит. Вот знаете, я вот все время думаю, Лелька, когда оставляет, каждый раз сваливая из дома, оставляет своих младших детей на, так скажем, попечении вот этой вот первой тройки игроков, она даже не думает о том, что им вообще и дело нет до этих младших детей. Поэтому ничего, ребят, удивительного, когда дети у нее с разбитыми лицами, с фингалами под глазом, да, то у них Матрона стрижет, значит, то Веронику, то Якова и так далее. Это, конечно, какой-то кошмар, потому что это действительно абсолютно ненормальная ситуация. Ну, и Лешка, значит, смотрю, идут они к горке, Лешка несет Якова на руках и делает акцент на том, что говорит, ой, ты стал такой тяжелый, говорит, вот ты отъелся. Ну, я даже понимаю, откуда, как говорится, ветер дует, потому что мы часто говорили о том, обращая внимание, что Яков как раз-таки всегда трясется и даже готов кусок хлеба схватить и вот так вот до дрожи, да, трясется маленькими ручками и пытается съесть эту горбушку хлеба, потому что явно видно, что ребенок всегда недоедает. Вот ребенок всегда голодный и всегда хочет есть и всегда готов есть все, что угодно. Так вот, и Лешка поэтому держит его на руках и делает акцент на том, что, мол, вот как ты отъелся, вот какой ты тяжелый стал. Леша, ну, ты такой странный, вот ты действительно такой странный, да, ты что считаешь, что Яков всегда должен весить столько, сколько он весил в год или в два года? Ну, ты ведь тоже в 17 лет, да, почти не в полное еще осталось совсем чуть-чуть, да, ну, пусть, ладно, в свои 16. Ты же не весишь столько, сколько ты весил в 5 лет. Ты же весишь значительно больше. В общем, странно, да? Ну, а вообще, ребят, если честно, я вообще не верю в то, что дети там отъедаются. В это верится абсолютно с трудом. Кстати, горка, ребят, это просто полный трындец. Вы знаете, какая горка? Там вообще просто она травмоопасная по полной программе, и маленькие дети лезут на этих ледянках, конечно же, с разрешения Лешки картошки, и несутся на этих ледянках по этой непонятной горке, а там рядом речка. А речка еще во многих местах абсолютно даже не застыла до конца. Ребят, это какой-то кошмар. Вот мне интересно, когда мамашка, да, многодетная, будет смотреть вот этот вот ролик Лешки картошки, если она его, конечно же, смотреть будет, ее ничего в этот момент не смутит, она не испугается, она, мне интересно, Лешке скажет, что, Леш, ну, как ты мог им позволить, да, вдруг бы они бы как раз-таки упали, перевернулись, и попали бы в эту воду, не дай бог, да, ну, не дай бог, может случиться все что угодно, да и потом, можно, себе там и шею свернуть, и руку вывернуть, да, на такой ужасной горке, где они катались, это место было, конечно, просто трындец. Ну, я так понимаю, что Лешка бы, Лешка бы скорее всего и сама стояла бы наверху горки, и даже никоим образом бы не дернулась, и ей было бы абсолютно все равно. Единственный, кто отказался кататься, это был Яков, причем Лешка спрашивает у трехлетнего ребенка, говорит, а что ты боишься? Он говорит, не, 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 я боюсь упасть в речку. Ребят, единственный, у кого там оказался здравый смысл, единственный, кто разумно рассуждал, это был самый маленький ребенок, которому в мае, да, или когда ему там исполнилось три года, единственный, кто здраво рассуждает и понимает, что можно свалиться в эту речку, да, как говорится, всем остальным было пофиг, все остальные катались, Илюшка-картошка сам понесся, да, практически с голыми ногами, это какой-то кошмар, я вообще просто в шоке, вы знаете, да ни один нормальный родитель, ни один взрослый человек не разрешит ребенку скатиться с такой горки, зная прекрасно, что там еще в конце горки есть речка, которая не застыла, ни один, а здесь абсолютно все равно, неслись абсолютно все, и маленькие, и постарше, и так далее, и Лешке было все равно, и он даже, даже, даже у него мысли никакой не возникло, ну, а далее решил Леша уже нам показать, так скажем, как они время проводят свой досуг дома, пришли, показали, как София ест, как он, значит, пытается заниматься с Яковом, ну, опять же, хотя бы кто-то с Яковом чем-то занимается, да, со стороны, правда, все это дело выглядит, как просто показательное выступление для зрителей, мол, смотрите, мы с детьми занимаемся, поэтому дети, конечно же, у нас, естественно, талантливые, ну, и тут же, друзья мои, Якову, Якову, вернее, тут же стали в комментариях писать, Леша и Якову, мол, какие молодцы, Яков такой всесторонний, развитый мальчишка, да, Леша такой молодец, такой замечательный, такой помощник, такой брат, и так далее, и тому подобное, да, понятное дело, что Лешке приходится помогать, он, может быть, и хочет провести это время со своими ровесниками, да, и со своими, так скажем, друзьями, но мамка сказала, надо, значит, надо, здесь, в принципе, все ясно, и что касается Якова, пока Лешка пытался там что-то ему читать, Якову это все очень быстро надоело, видимо, он сказал Леше, говорит, я пойду спать, я, говорит, хочу спать, сразу заметно, что редко с ним занимаются, ну, это, конечно, вообще заметно, да, что занимаются с ними крайне редко, исключительно только на камеру, и поэтому все это детям быстро, ребенку, как говорится, надоело, ну, А Лешка признался, друзья мои, что сейчас у него в жизни не все так гладко, тоже есть некие проблемы, проблема, оказывается, следующего характера, что у него, значит, в телеграм-канале взломали его аккаунт, и удалили его, получается, аккаунт, и теперь он не знает, что ему делать, а также признался, что помимо того, что он учится, так скажем, на досуге старается ходить, на каток, ему все это дело очень нравится, и еще, друзья мои, он поступил в школу моделей, представляете, то есть Лешка, я так понимаю, мечтает теперь ходить по подиуму, зарабатывать огромные деньги, в общем, как-то так, ну, в принципе, да, в принципе, да, сразу было понятно, когда Лелька спрашивала, Леша, вот, хочешь ли ты связать свою жизнь, помните, Женька спрашивала в совместном ролике, где они вместе с Лешкой Картошкой проводили, вот этот совместный ролик снимали, да, она говорила, хочешь ли ты свою жизнь связать, с деревней, с хозяйством, он всегда говорил, что нет, это было ясно и понятно, дети поберухи старшие, от того, что поберуха на них в свое время взваливала, так скажем, непосильную ношу, да, и дети вместо того, чтобы развлекаться, помимо того, что учиться, развлекаться, да, с кем-то там, значит, дружить, веселиться, как говорится, в детстве свое, особенно, да, проводить время так, как они сами этого хотят, нет, они в это время, как говорится, помогали своей мамке, помогали с детьми, помогали где-то по хозяйству, детства у них никакого не было, поэтому сейчас, конечно же, Они готовы вообще, по большому счету, вот глядя на Лешку, я вижу, что мне кажется, он готов бежать из этой туровки, куда глаза глядят. Единственное, что мамка постоянно, как, знаете, как вот на поводке его тащит в туровку и тащит. Леша, помоги мне здесь, Леша, помоги мне здесь, Леша, помоги мне здесь. Ну, а Леша такой сам по себе как бы безотказный с одной стороны. С другой стороны, Леша прекрасно понимает, что, видимо, мамка его спонсирует. И по этой причине он, конечно же, не может ей отказать, но откажет, мамка перестанет его спонсировать. В общем, как-то так. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо. Всех целую, всем пока.